День с Тулком Смотрите в этом выпуске Аномальные стегопады Или недоработка дорожников Почему снег в Барнауле не убирают вовремя Спокойная жизнь после скандала Где теперь живет енотиха Соня Из барнаульского магазина Дети с самого закрытого места на карте края Экскурсия в Затосибирске Накануне юбилея РВСН Кто-то не может попасть на работу Из-за снежных валов Кто-то буксует и требует помощи В этом году такие ситуации на улицах Барнаула Совсем не редкость Но что там и причина снегопада Или недоработка дорожных служб Разобраться пытался мой коллега Андрей Дрейр Аккуратненько, шаг за шагом Снежное месиво опасно тем, что под ним прячется лед По мнению автомобилистов Дорожные службы убирать сугробы вовремя не успевают Да, ездят не часто здесь Но район это, конечно, не заброшенный Частный сектор, гаражи Многоэтажная застройка Свежая, новая застройка Но снег не убирается неделями Потому что если этот слой не убирают несколько дней То лед, который под ним Это слежавшийся снег Который действительно не убирают многие-многие дни Между тем, лед и снег с проезжей части Должны убирать через 6 часов После окончания снегопада Раньше можно, позднее нет Так говорят правила благоустройства Барнаула Принятые Гордумой Спросим у водителей автобусов Здесь обчиномиховая Нормально чистят почти каждый день А вот на той конечной Плоховато Бывает мы доезжаем до париклиники И все, и вниз уже не спускаемся Потому что мы подняться уже не можем Ну не вовремя так убирают После снегопада А как водитель легкового автомобиля Как оцениваете уборку улиц? Уборку? Да, отвратительно, наверное Что, что могу сказать? Да, отвратительно Улицы, по которым проходят автобусные маршруты Подлежат уборке в числе первых Зависимость какая категория улиц То есть основная транспортная магистраль Это первая категория улиц И, допустим, где проходит движение автобусных маршрутов Это вторая категория Ну и третья категория Это второстепенные улицы Допустим, частного сектора и все остальные Ну сейчас более частые снегопады Как по вашей оценке справились? Ну, относительно неплохо Справились, но не в полном объеме, конечно же У города есть проблемы Износ снегоуборочного автопарка почти 80% Да и машин не хватает Если требуется, город нанимает их со стороны Но когда мы снимали у профильного комитета Там техники хватало Андрей Дриер, Алексей Фризин, Илья Халяпин День с толком В Новый год с новой крышей Жильцы дома на Северном Лохихинском проезде 60 Который этим летом лишился крыши из-за пожара Можно сказать, протестировали кровлю первыми морозами Крыша года, холода выдерживает Хотя некоторые погрешности у быстрых работ все-таки есть Анастасия Дороган продолжит Недовольство жителей стихли Теперь здесь старит завывание ветра Или скрежет лапок птица профлист Слышимость хорошая, так как материал кровли тонкий и легкий А пространство пустое В хорошем смысле Строители спустились пару недель назад Если обратите внимание, здесь стропила и деревянные конструкции Они все такого розового цвета Противопожарную обработку дерева прошло Кровля настелена, слуховые окна сделаны Еще в октябре строительные работы задерживала замена утеплителя Старый шлак Промок от воды пожарных и последующих дождей Уборка затянулась на недели Теперь его заменили на слои минеральной ваты Тепло берегут, по вате не ходят Провайдерские точки спустили в подвал Порядок, конечно, здесь будем наводить Все вот этот мусор, который остался Ну что-то вывезли, опять же, что-то осталось И хотя недочеты есть Например, немного сдувает снег Жильцы на них не обращают внимания Крыша на месте, тепло Некоторые даже окна открывают Замерзнуть не боятся А для полной противопожарной безопасности Жильцам останется сделать еще немного До конца года люки выхода на крышу Должны заменить на противопожарные люки Это случится в двух подъездах В первом и восьмом А весной в этих же подъездах проведут ремонт И на этом история пожара в доме закончится Анастасия Драган, Алексей Фризин День с толком Сегодня в стране отмечают День ракетных войск стратегического назначения В этом году им исполнилось 60 лет Для самого закрытого города на карте Алтайского края Это очень важный день Ведь всю свою жизнь жители зато сибирские когда-то посвятили армии Накануне в Сибирском побывали глава региона и журналисты К слову, попасть сюда не так уж и просто Как живут люди в городе с особым статусом, расскажем далее Кабина механика водителя управляет агрегатом Прапорщик, наш обычный прапорщик 123,5 тонны Ракетный комплекс ЯРС Модификация известного Тополя-М Дальность полета этой ракеты 11-12 тысяч километров До противника дотянется, говорят в дивизии Глава региона Виктор Томенко впервые встречается с ракетчиками Военные Сибирского одни из первых в стране перевооружились на новые ЯРСы Для многих государств этот ракетный комплекс – мощное ядерное сдерживание Наш подвижный грунтовый ракетный комплекс – настоящая головная боль Предмет особой озабоченности нашего вероятного противника Около 6 тысяч человек непрерывно несут боевое дежурство на боевых постах В боевом составе сегодня находится около 400 пусковых установок Провень, который мы сегодня увидели, он очень высокий, он очень достойный Но из этого можно сделать вывод, что надо постоянно продолжать поддерживать его в таком высоком качестве Четыре года подряд зато Сибирский становился лучшим закрытым образованием РВСН во всей стране Это сейчас в городе есть спортивные центры, бассейн, дом культуры, комфортное жилье В 80-х годах, когда Сибирский только начинали строить Военным семьям приходилось жить в холодных палаточных городках, деревянных казармах Сейчас население зато 12 тысяч человек, треть из них дети Вопреки стереотипам, жизнь за забором есть, да и дети не бегают с рождения с автоматами Это музыкальная школа, не каждая барнаульская оснащена такими инструментами Или вот интерактивной доской для сальфеджио Точно так же, как и не в каждом детском саду края, увидишь собственный бассейн и сауну Виктор Томенко посетил один из трех детских садов Сибирского Зато сибирский без преувеличения называют самым безопасным местом в Алтайском крае Несмотря на то, что на такой маленькой территории расположено оружие, которое может уничтожить половину планеты Надеемся, что ракетчикам никогда не придется использовать его в деле Ирина Корчегина, Николай Шелко, День с толком В Барнауле открылись елочные базары Лидер по продажам индустриальный район, там расположена 31 торговая точка Почем нынче елочки, выясняла Полина Жданова В городе Барнауле 65 точек продажи елок У каждого цена разная, но по статистике говорят, что в Алтайском крае елки самые дорогие Мы решили это проверить и отправились на елочный базар Мы выбрали три торговые точки, чтобы выяснить примерную среднюю стоимость елок разной высоты 700 рублей самая маленькая 800 рублей А самая большая сколько стоит? Ну, 3000-5000 Если прям большая, хорошая, ну 5000 Это какая высота у нее будет? Ну вот, сколько она? Метр два Метр четыре, пять Поскольку в рейд по елочным базарам мы отправились во вторник утром, покупатели не застали В будни продают по вечерам, да и расходятся елки Говорят, торговцы гораздо лучше в выходные На второй точке за маленькую елку от полуметра придется отдать от 700 рублей Но большие елки на этой точке оказались дешевле Дерево высотой в 4 метра стоит примерно 4000 рублей, то есть 1000 за метр Но больше всего удивили цены на третьей точке Самая маленькая елочка у вас сколько стоит? Вообще от 800 рублей елочка у нас От 800? Да, в этом году очень хорошие елочки, поэтому цены в принципе не ломим За 1300, за 1500 можно взять вообще отлично Это сколько метров будет? Ну вот, примерно То есть вот такая елочка? Аккуратненькая, да 1500 будет стоить, да? Чаще всего, по словам продавцов, горожане предпочитают покупать елки до двух метров высотой Они бюджетные Кстати, в городе существует еще и доставка елок на дом или в офис Правда, стоимость той же ели, которую можно найти на базаре, намного дороже А вообще можно узнать, вот средняя цена примерно, хотя бы там за двух метров и трех? Ну, сейчас я думаю, что от четырех, наверное, и выше уже остались Ага, а почему такая вот цена? Потому что вот на елочном базаре, там, например, 2000, там, трехметровую елку можно найти Ну, потому что такие елочки, такая цена Они откуда-то привезенные специально? Ну, нет, елочки наши, Салаирский кряж Самая высокая цена за елку высотой 2,5-3 метра на сайте доставки 9 тысяч рублей Это скорее люкс-сегмент, а вот средняя цена на елке от полуметра до полутора Примерно тысяча рублей, до двух с половиной метров обойдется в 2-3 тысячи Самые крупные будут стоить примерно 5 тысяч рублей Продавцы отметили, что в этом году у горожан какой-то елочный бум И очень многие люди хотят живую елку и начали покупать их раньше и в больших количествах Однако все равно есть те люди, которым жалко живые ели Потому что они завянуты, потом их придется выкинуть на мусорку И они покупают пластиковые, искусственные Которых хватает на большее количество использований, да, большее количество лет Полина Жданова, Илья Халяпин, День с Током С женихом в просторном вольере Енотиха Соня, за которую переживали барнаульцы, обрела новый дом и хозяев Теперь Соня живет в Рубцовском районе Напомним, еще недавно она ютилась в узкой клетке зоомагазина Валентина Аскирова побывала у енотов в гостях и готова рассказать, что же происходит с животным Софа! Видите, они ночные животные, поэтому днем они спят, а ночью у нас тут такое творится Шкодная, но добрейшая, так отзывается новая хозяйка еноти Сонечки За судьбой этой красавицы до сих пор волнуется весь Алтайский край Больше месяца назад посетители зоомагазина пожаловались на якобы нечеловеческие условия, в которых вынужден жить зверек Особая претензия была к клетке, которая, по мнению жителей, слишком тесная Спасать животное даже приезжали представители хоккейного клуба «Динамо Алтай» Соня готов был принять зоопарк Но управляющая магазином, цитата, была юридически неуверена в покупателях Продавать отказалась Люди, кто-нибудь в поддержку, скажите слово, потому что этим людям доверять животное нельзя Оно просто погибнет в том же самом зоопарке Оказывается, управляющая самых честных правил Покупателя выбирает с пристрастием, видимо, тому, кому доверяет Таким покупателем стала жительница Рубцовского района Татьяна О страданиях сов женщина узнала случайно и рассказала знакомая Остаться равнодушной не смогла Животных очень любит, в доме их у нее много И тоже уверена, что в зоопарк им нельзя Они не хотели отдавать в связи с тем, что в зоопарке уже как бы однажды погибла их обезьянка Которую также за волонтеры хотели спасти Выкупили они ее, по-моему, отдали в зоопарк Через два месяца она у них умерла То же самое было бы с сухой, она бы просто не пережила этих морозов Поэтому пришлось ее забирать Обсуждать условия выживания в зоопарке, наверное, уже не имеет смысла Сонечке у Татьяны явно лучше, чем где бы то ни было Большой вольер, качели и вкусняшки Кстати, как только Соня увидела гостей, тут же похвасталась своей хозяйственностью А еще полуторагодовалая Соня любит похулиганить, рассказывает Татьяна Во время прогулки по дому заглядывает в мусорки, вскрывает линолеум, грызет провода У Татьяны живет еще один енот Антоша Правда, Соня сразу показала, кто в вольере хозяин Они уже подружились, три дня она сидела одна в вольере Он вот здесь в клетке сидел Естественно, клетку она подтащила к себе, к вольеру Тут вообще такие вещи творит, такая сильная девочка Если к новому дому и другу Соня привыкла, то к новой хозяйке пока нет Иногда может и цапнуть Вот, видите, вот, все поняла Поняла, Юр, кусанула Пока еще к Соне не нашли подход Потребуется минимум полгода, чтобы она привыкла к новым людям, считает Татьяна Тем более, сейчас зверьку вдвойне тяжело А в зоомагазине Соня прикипела к одной из сотрудниц И теперь очень по ней скучает Валентина Аскерова, Николай Шилко День с толком Зима с Европы Плюс в Барнаул началась в выходные На три месяца каток в ТРЦ Галакси станет площадкой не только массового катания на коньках Но и эпицентром актуальной музыки и хорошего настроения На льду самые преданные слушатели радиостанции номер один в России Билеты на европейские игры, своеобразную спартакиаду Они получили за свою активность в радиоэфире на частоте 104.9 FM в рубриках Топ-трек, хитбэк и игра номер один А сейчас общаются с голосами Европы Плюс вживую Под популярные треки участники проекта на льду танцуют, соревнуются в меткости и просто хорошо проводят время Ну, лично я не видел, что мы такого в Барнауле проводили Может быть просто потому, что я не выхожу из дома Но я такого не видел И просто собрались, провели выходной день, покатались на коньках Еще за это подарки всем До конца зимы запланированы еще две встречи В честь Дня студента в январе и в феврале в честь приближения весны А покататься под любимую музыку можно каждые выходные Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Эволар Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...